Рассмотрим расчет дисперсии, где формула уже известна. В этой формуле мы видим снова значение х с черточкой, это среднюю. А случайность величины или варианты вычитается значение средней, возводится в квадрат и сумма этих квадратов суммируется, после чего делится на n количество испытаний или наблюдений. Итак, вычисляем сначала среднее арифметическое. Можно посчитать его уме, но мы воспользуемся этим хорошим калькулятором. 7 плюс 3 плюс 7 плюс 3,8 плюс 2. И все это разделить на 5. Получили среднее арифметическое. Скопируем, возьмем в буфер для удобства. Теперь начинаем вычислять скобка. Первое значение х первое. 7 минус среднее арифметическое. Возвести, очень удобная кнопка, в квадрат плюс. Опять в скобках. 3 минус среднее арифметическое. Также возвести в квадрат плюс. Далее. Тоже 7 минус среднее арифметическое. Возвести в квадрат плюс. Плюс 3,8 минус среднее арифметическое возвести в квадрат. И, наконец, 2 минус среднее арифметическое тоже возвести в квадрат. Enter. Или равно. Получили сумму квадратов отклонения случайной величины от ее среднего арифметического. Эту сумму делим на 5. И получаем ответ. Подставляем это значение сюда. Проверяем. Задача решена правильно. Задача решена. Спасибо.